100 баллов на едином государственном экзамене – мечта, наверное, каждого выпускника. Но получить их удается далеко не всем. В классе под руководством Иветты Бегляровой три таких счастливицы. Именно так называет своих учениц преподаватель, так как считает, что удача на ЕГЭ играет большую роль. Ждать сутки нельзя никогда. Я в этом абсолютно убеждена. И делать ставку на то, что 100 баллов будут получены. Потому что здесь настолько все звезды должны сойтись, что процент удачи и того, что это лотерея, здесь обязательно есть. Но то, что они сдадут на высокие баллы, в этом я была уверена. Мария Усанова получила 100 баллов по литературе. С самого начала была уверена в своих силах и ставила перед собой задачу на максимальный результат. Экзамен был приятным. Это был самый первый экзамен, который я вообще сдавала. И он прошел легко. Когда ты приходишь, открываешь ким и понимаешь, что в целом все то, что там написано, ты знаешь, это заставляет успокоиться и понять, что ну ладно, я сейчас все это напишу. Удача по литературе улыбнулась и второй Маше Фоминой. Девочка советует будущим выпускникам почаще принимать участие в различных школьных олимпиадах, где такие же условия, как на едином госэкзамене. Когда я увидела вариант, я поняла, что это не самый худший вариант, который мог мне попасться. И я очень обрадовалась. Меня это вдохновило, и я дальше начала уже писать достаточно спокойно. Елизавета Карцева решила, что будущая профессия будет связана с медициной, поэтому 100 баллов по химии, несомненно, помогут при поступлении в институт. Химия, мне кажется, не так, как литература и другие предметы, то есть к ней спокойно можно подготовиться, наверное, почти любому ребенку. Главное – просто понимать. И потом уже все наслаивается на знания, и это было не так уж и сложно на самом деле. И все же как? Подготовиться к ЕГЭ так, чтобы получить 100 баллов. На этот вопрос и ученицы, и учитель дружно отвечают. Помимо способностей нужна постоянная, планомерная подготовка по всем предметам. Девочки очень целеустремленные, девочки очень знающие, девочки очень любящие вот тот предмет, ту область, которой они занимаются. Ну и подготовка шла, конечно, в течение многих лет. И это не просто подготовка на ЕГЭ, а это просто учеба по тому предмету и по тому направлению, которое они выбрали. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.